мы видим разрушение торгово-экономических отношений выиграли те страны которые сделали ставку на национальные приоритеты последние три года просто бум на белорусскую продукцию голодный мир это воинствующий мир наталья лазина экономическая война которая сейчас идет и очевидно что на одной стороне ну так называемый коллективный запад со второй стороны россия и мы тоже участвуем в этой войне может даже не по своей воле как есть времени уже достаточно много прошло и очень-то стороны уже сделали достаточно много маневров можно давать первые оценки по вашим наблюдениям и ощущениям как чувствуют себя экономики противоборствующих сторон данном случае мы видим разрушение торгово-экономических отношений мы видим усложнение формирования различных ресурсов по различным торгово-экономическим отношениям части товарным товарным позициям неблагоприятная конъюнктура мирового рынка к чему она приводит это все приводит тому что разрушаются вот эти устоявшиеся социально-экономические отношения и соответственно негативно влияет на развитие стран и уровень жизни населения события последних лет и даже дней показывают что основной момент все-таки выиграли те страны которые сделали ставку на национальные приоритеты то есть те государства которые строили свою и базируют экономику национальную на использовании более эффективном использовании производственных своего потенциала собственных ресурсов то они в этих условиях внешних вызовов сложных оказались более устойчивы и на этом фоне мне бы хотелось как раз еще раз подчеркнуть и акцентировать внимание на правильно выбранном и реализуемом пути развития нашей национальной экономики поскольку я представляю аграрную отрасль то в этом случае мы действительно видим успешный опыт развития белорусского сельского хозяйства мы не располагаем богатыми природными ресурсами 40 процентов территории нашей страны это сельскохозяйственные земли и какой результат аграрная отрасль обеспечивает и формирует порядка семи процентов валового внутреннего продукта в отрасли занята более 260 тысяч людей и главный момент что это не только вала образующая отрасль но и экспортоориентированная отрасль последние три года просто бум на белорусскую продукцию объем экспорта по итогу прошлого года 6,7 миллиарда доллара я помню просто когда 5 миллиардов говорили как о некой недостижимой цифре она в прошлом году 6,7 и я вам хочу сказать более что даже статистика этого текущего года показывает что тенденция сохраняется тенденция сохраняется вопрос вот как раз по этим экономическим войнам значит спрос на нашу белорусскую продукцию существует и он растет продукция уже завоевала своего потребителя на внешних рынках и по качеству и по безопасности то есть подтвердила свое как раз главенствующую роль на мировом рынке что мы достойны быть конкурентными что мы достойны представлять свою страну и покупатель идет на нашу белорусскую продукцию но с другой стороны поскольку опять же затрагиваем вот эти маневры то мы видим что вот эти беспрецедентные скажем экономические санкции они разрушают продовольственные производственно сбытовые цепочки в том числе в которых и участвует республика беларусь но хочу отметить что санкционная политика для нашей страны не является конструктивным экономическим инструментом потому что нам тоже приходится и оперативно решать вопросы сложной ситуации и главное преобразовывать и формировать более устойчивую продовольственную систему ну тут как бы получается санкции где-то льют и на нашу мельницу в какой-то степени да то есть подталкивают к развитию наверняка вы задавались вопросы но не могли не задаваться в чем логика продовольствие дорожает если уже говорится продовольствие по всему миру в благополучных странах ну как бы привыкли их считать стран евросоюза тоже дорожает люди страшно недоволен неужели вот это какие-то эмоциональные решения или все-таки там что-то просчитали то есть они пришли осознанно на на эти риски понимая что у них будет дороже продовольствие что дефицит чего-то будет понимая что дальше будет какой-то другой результат вот на ваш взгляд ну я хочу сказать что так сложилось международной экономики международная специализация разделения труда все взаимосвязаны и наверное на какой-то промежуток времени просто страны не учли что разрыв как цепочки вот в этой производственность бытовой цепочки какого-то звена он приводит к тому что рост цен рост с ресурсов цен на ресурсы рост других факторов и соответственно это все сказывается как как мы правило не говорим на обычном потребителе я думаю что вот эта вся схема все равно экономики она до конца не было просчитано а какой-то все-таки больше политический фактор сыграл практика показывает что именно развивающиеся страны они уже очень активно ушли вперед и как раз они сейчас занимают более лидирующее положение во-первых это страны которые имеют значительная численность населения в структуре в общей мировой структуре и соответственно им нужно понимать и они понимают главную задачу это продовольственная безопасность это обеспечение населения продуктами питания потому что это первостепенная задача которая решает многое решает и возможности увеличения производительности труда поиск новых идей и внедрение новых технологий и развитие молодежи все здесь взаимосвязано но развитое государство сейчас действительно понимает что они утрачивают эти позиции поэтому один из решаем вопросов это как раз вот экономические войны которые активизировались просто активизировались помните как на протяжении долгого времени очень многие так но где-то подтрунивали где-то откровенно троллили власти беларуси за их политику по модернизации развития села получается что все таки дальновидность какую-то имели наши власти в то время когда вкладывали деньги всего абсолютно с вами согласна дело в том что еще раз повторюсь мы не имеем богатых природных ресурсов но сформировали производство на технический кадровый потенциал для нашей отрасли сельского хозяйства переработки очень серьезный но хочу сразу сказать что все страны мира поддерживает свое сельское хозяйство это очень уязвимая отрасль и даже если брать системно многосторонних торговых отношений всемирной торговой организации в девяносто пятом году отдельно соглашение было принято в рамках этой организации по сельскому хозяйству потому что без этого никуда не движется мир голодный мир это воинство воинствующий мир это рост криминальной ситуации социальной напряженности и так далее поэтому каждая страна в меру своих возможностей макроэкономической ситуации финансовой ситуации поддерживать сельское хозяйство и если посмотреть объем государственной поддержки финансовой поддержки в сельское хозяйство развитых стран он очень высок он очень высок поэтому здесь как бы мы не говорили но все понимают значимость продовольствия и республика беларусь на этом фоне потихонечку потихонечку пришла как раз вот к тому результату я считаю достаточно высок который признается всем миром у нас каждое развитие аграрного комплекса осуществляется в рамках государственных пятилетних программ на сегодняшний день в стране реализуется уже шестая государственная программа на 21 25 год аграрный бизнес и она аккумулирует все отрасли сельского хозяйства базы растеневодства животноводства она аккумулирует вопросы переработки она аккумулирует вопросы земельных отношений миллиардации рыбо хозяйственная деятельность поскольку мы не производим и не обеспечиваем себя рыбой но все равно уделяем особое внимание этом вопросу важный момент это и в малые формы хозяйствования это личное подсобное хозяйство это фермеры и главный момент это конечно общее условие то есть это и наука и образование и развитие инфраструктуры поэтому в этом контексте мы идем абсолютно по правильному пути потому что государственная поддержка она позволяет стимулировать товаропроизводителя и учитывать риски которые ложатся все-таки на сельское хозяйство это никому не секрет сельское хозяйство это рискованный вид экономической деятельности и кроме условия те стихии которые о себе постоянно дают знать погодные стихии мы тоже должны учитывать поэтому государство берет часть этих рисков на себя вот хочу отметить что всегда привожу своим слушателям пример как раз принятие указа президента 347 2014 году о государственной аграрной политики он небольшой по себе указ но очень емкий цель повышение эффективности отрасли и главное это государственная поддержка сельского хозяйства там четко определены меры прямые косвенные которые государство берет на себя оказывать сельскому хозяйству в зависимости опять же своих возможностей и главное это мы видим результат полный стол у нас у наших жителей беларуси продуктов питания по отношению конечно к мировой ситуации совсем противоположная ситуация помните два года назад руководитель продовольственной программы он напугал всю планету своим прогнозом о голоде библейского масштаба этого прям цитата если я не ошибаюсь и было в апреле 2020 года и тогда он говорил что буквально через несколько месяцев этот самый гол пиблейского масштаба уже наступит то бишь ну концу двадцатого года уже все все должно было случиться но как-то не случилось но всякосы чем мы вот здесь но этого точно не почувствовали во первых еще 2015 году это всего лишь 7 лет назад но уже прошло 7 лет мир обязался покончить и с голодом и с отсутствием продовольственной безопасности и неполноценным питанием странами были приняты цели устойчивого развития до 2030 года в том числе и ликвидация голода и и если мы посмотрим статистику мировую статистику сельского хозяйства наиболее такой скажем флагман это аккумулирует и представляет продовольственной сельскохозяйственной организации он фау что мы сегодня видим уже третий год пандемии мы видим что на планете насчитывается 820 миллионов голодающих при этом 2 миллиарда много 2 миллиарда а это 25 процентов населения мирового в том числе более 300 тысяч детей страдают от недостатка необходимых питательных микроэлементов и эта ситуация усугубляется потому что цены растут уровень дохода низкий для отдельных групп населения и они просто финансово для них финансово недоступно нормально здоровое питание при этом тот же фау говорит о том что эксперты международное подчеркнут если эта тенденция сохранится то концу третьего десятилетия то есть 2030 году количество голодающих может составить превысить 10 процентов мирового населения и самым скажем таким трудным будет регионом где будет большое количество голодающих людей будет африка очень опасно вы правильно говорить голодный человек он воинственный человек и что мы получим из этой африки все не только вот мы здесь а вообще весь мир большие вопросы я думаю что никто не даже не ответит на него и численность там достаточно большая и вот представляете состояние этих людей но вот я еще хотела бы обратить внимание про пандемию раз уже заговорили да все таки в условиях пандемии мировая продовольственная система продемонстрировала более устойчивый характер и более стабильный например нежели другие виды экономической деятельности чем это связано дело в том что на первых да мы наблюдали особенно первую половину двадцатого года были кратковременные перебои с поставками в те определенные страны карантинные меры применялись закрытие границ то есть не было возможности вовремя доставить продукцию но страны быстро отреагировали страны пони понимают важность продовольствия принимались комплексы целые комплекс антикризисных программ различные меры в том числе и ограничения по экспорту и снижение импортных барьеров и меры поддержки и товаропроизводителей и населения то есть комплекс мер был принят серьезный и на сегодняшний день вот опять же возвращаясь к важности продовольствия то есть понимая что произошло в мире 2020 году лауреатом нобелевской премии мира становится всемирная продовольственная программа о видите как как ни крути я все-таки первичные потребности выходят на и собственно первый план человек прежде всего должен до иметь возможность очень-то нормально поесть все остальное может быть а может не быть лучше что было конечно беларусь участвует в интеграционных структурах евро зэс наверное самое то что сейчас на слуху буквально несколько дней назад в москве проходил саммит отдыха это военный да бог и было государство наше выступая там прямо указывал на то что страны участницы ну не в полной мере не до конца используют вот этот блоковый потенциал в экономическом плане насколько на ваш взгляд страны члены евро зэс осознают все свои возможности которые дает альянс и используют даже сейчас по статистике мы видим что это самый крупнейший в мире интеграционный альянс именно по территории территории огромное более 20 миллионов квадратных километров население тоже укрупнилось восьмое место в мире также как и имеют и обладают достаточно крупным уже совокупным валовым внутренним продуктом для каких целей создавался союз в первую очередь он направлен на всестороннюю модернизацию кооперацию и повышение конкурентоспособности национальных экономик в том числе создание условий для повышения уровня жизни населения стран основные принципы свобода перемещения товаров услуг капитал рабочей силы а если говорить о потенциале который мы используем то агропромышленный комплекс национальных экономик государств членов союза показывает динамичное свое развитие сейчас уровень самообеспечения внутреннего рынка стран союза доход составляет 93 процента то есть мы полностью себя обеспечиваем продуктами питания в союзе такими как зерно масло растительное барамина здесь хотелось бы понимать вот эти вот красивые показатели это того что просто в каждой из этих из этих государств понимают важность продавец безопасности и каждый сам себе развивать или это результат все-таки единой политики совместных действий национальной экономики и агропромышленный комплекс всех стран дает такой результат понятно что каждая страна имеет свою еще и специализацию например у нас мясомолочная направленность республики беларусь но и в целом в целом по союзу по молоку мы себя не обеспечиваем полном объеме то есть республика беларусь не может охватить такой значит все страны но показатель достаточно высокий и это действительно абсолютно с вами согласна совместно проводимая работа в рамках евразийского союза 2021 году принято решение евразийской коллегии экономической комиссии о том о общих принципах и подходах по решению продовольственной безопасности увеличивается объем производства увеличиваются показатели торговли и самое главное взаимной торговли потому что вот этот показатель как раз характеризует насколько мы между собой сотрудничаем и насколько мы между собой взаимодействуем например для республики беларусь рынок россии и рынок казахстана является основным внешним рынком экспорта продукции продовольственной мы экспортируем на эти два рынка более 75 процентов но вот вы правильно заметили и я согласна что как сказал наш президент александр григорьевич о том что и потенциал не полностью использован но у нас еще время есть для того чтобы его задействовать есть время есть время есть сейчас уже страны видят проблемы потому что проблема существует например затронули нашу отрасль сельское хозяйство в 2021 году мы импортировали в союз боль про материально-технических ресурсов более чем на 6 миллиардов долларов и когда стали анализировать и мы видим что для средств более 50 процентов закупаемых средств производства для растеневодства это оказывается сельскохозяйственная техника и спрос есть на зерноуборочные комбайны республика беларусь готова их обеспечить соответственно нужно пересматривать и ситуация уже пришла к тому что пересматриваются потоки соответственно будет больше заказа и будет больше спрос именно на продукцию белорусскую потому что сейчас уже рынки закрыты по импортной продукции мы сегодня без какого-то там посторонней помощи мы способны сами себя полностью обеспечить я думаю не только сами себя наверное еще день пару десятков стран по внешнему контуру если говорить по продукции то да и вы видите что и республика беларусь и та же российская федерация казахстан имеют свои рейтинги по тем продукциям которые они производят в достаточном объеме в большом и экспортируют это тоже важный момент россия заявляет 2022 году о рекордном урожай зерна 130 миллионов тонн если не ошибаюсь из них 86 миллионов это пшеница на фоне того что один из крупнейших игроков мировых опять же украина теряет свои позиции прямо на глазах производстве того же зерна масла растительных у россии появляется в данном случае весомый козырь на мой взгляд вообще вот наличие ресурсов для производства еды скажем так насколько может вообще быть инструментом влияния в мировой политики или уже есть но вы очень правильно подметили например как зерно фактор влияния да влияние инструмент влияние вообще зерно в истории всегда был главным продуктом для любого населения и для любых стран и сейчас она остается таковым и те страны которые ставят ставку на зерновое хозяйство они и поддерживают его со стороны государства но даже взять те страны европейского союза сша канада япония оказывают очень серьезную финансовую поддержку для совершенствования технологий приз выращивания возделывания зерновых переработки хранения транспортировки и инфраструктура то есть те же например зерновые терминал и почему вот именно на зерне такой упор есть и даже так а не на молоке не на мясе предысторию вам скажу что даже термин вот показательно что термин продовольственной безопасности он официально появился у нас в обиходе в 70-е годы после глубокого зернового кризиса в мире 1972-73 год и в 74 году страны на всемирной продовольственной конференции приняли решение о том что нужно создать международный резервный фонд зерна в объеме 10 миллионов тонн и приняли критерии безопасности продовольственной то есть они еще определили что объем переходящего запаса зерна и объем производства зерна на одного человека это два основных критерия для любых стран и считается что если страна страна должна обеспечить не менее одной тысячи то есть одной тонны зерна на человека в год то есть это вот такой показатель и и беларусь в таком случае должна собирать примерно 9 10 миллионов в год у нас а если смотреть вот брать наши все-таки погодные условия не существенно оказывают на валовый сбор зерновых у нас приходится на одного человека 800-900 килограмм то есть приблизительно такая определена вот было критерий который мы соблюдаем но кроме того мы и другие продукты выращиваем поэтому нас опять же я просто чтобы все понимали что понимаете как ну что такое зерно зерно это мука да а что такое мука ну мука это хлеб ну как бы такая простая цепочка но но мало кто задумывается о том что зерно это как нефть вот это зернышко его при конечно нужно иметь технологии да но при глубокой переработке это не только мука и хлеб это и аминокислоты и витамины которые потом мы покупаем красивых баночках за большие деньги да ты лишь по большому счету то есть правильно и полностью переработать это зернышко то получается очень широкий спектр вообще разных разных абсолютно продукции которые вообще не похожи на хлеб ну я вам хочу сказать что вот как раз текущая ситуация говорит о том что разрыв торговых отношений приводит к тому что растет себестоимость продукции да удорожает газ удорожает топливо удорожает удобрения другие там санкционные последствия и стихийные погодные условия тоже не надо забывать это приводит как раз вот на сегодняшний день беспрецедентному росту цен на зерновые во всем мире и почему и по зерну мы ощущаем будет голод либо него не будет голод то есть глобальная продовольственная безопасность от этого отталкивается вы правильно сказали что зерно это не только хлеб но мы должны тоже понимать что вот эта вся сложившаяся ситуация она может привести к росту цен самого главного продукта на нашем столе это хлеб за этим будет расти и рост цен на муку крупу макаронные изделия даже консервы если взять промышленные товары когда используются тоже в качестве середина зерно клей пластмасс аналогичная ситуация приводит к росту но тем не менее я бы вот хотела сказать что он все таки раз мы затронули зерно вот как фактор как инструмент влияния да да вот мое мнение что да это инструмент зерном да тут и главное ну как минимум сильнее это инструмент влияния на мировую экономику именно объемами производства и но для нашей республики поскольку мы себя обеспечиваем достаточном объеме внутренние потребности удовлетворяем то конечно для нас это не будет инструментом влияния а для населения это будет как раз покойстве что угрозы продовольственной безопасности будет отсутствовать раз зерно у нас ведущий такой продукт да но мы же состоим в союзе где огромное количество зерна производится соответственно если наш союз может влиять на мировые процессы но и мы тоже так или иначе влияем и мы будем тоже влиять и соответственно будем иметь свои преимущества и свои возможности по продвижению другой продукции самое главное чтобы во всех государствах понимали что того насколько единая будет позиция настолько будут считаться в мире не просто там с белоруссией или с казахстаном или с россией но с россией невозможно не считаться хотя потому что на огромном а будут считаться нами со всеми как членами союза насколько привлекательны сегодня условия евразии с для других государств активно работают и сьетнамом уже зона свободной торговли сингапур сербия вот иран тоже переговоры идут китае то есть даже была интересная информация венгрия была заинтересована пообщаться и какие-то свои точки соприкосновения сотрудничества найти с евразийским экономическим союзом считается постепенно считается потому что еще раз хочу сказать что 2015 года прошло и немало и немного времени но тоже тот объем работы который сделан в союзе и те площадки для обсуждения которые для пяти стран существуют они разные разноплановые по всем направлениям они сейчас работают эффективно и для других стран они очень привлекательны хочу даже вот сказать таможенный союз мы же существуем как таможенный союз и единый таможенный кодекс это большой прогресс потому что из пяти стран союза 4 это члены всемирной торговой организации поэтому мы должны учесть и многостороннюю систему в то и конечно свои оставить приоритеты в рамках союза насколько сегодня евразийс уже обрел силу и вес чтобы не подчиняться воле транснациональной корпорации которые так или иначе на они навязывают всему миру а наоборот где-то может быть диктовать свою волю но по определенным товарам и по определенным направлениям конечно уже есть достаточно сильные позиции но в любом случае мне кажется вот это глобальные цепочки они тоже для нас интересны потому что не всегда во первых они уже давно выстроены и соответственно нам нужно встраиваться в них поэтому не выстроена сейчас все порушили тем не менее мы должны встраиваться предлагать свой хороший продукт свои хорошие услуги свои условия как раз реализации и даже то территории и республики беларусь и казахстан и россии как в сотрудничестве например с китая шелковый путь это как раз тоже вопросы трансграничного сотрудничества взаимодействия самое главное в этой ситуации чтобы не было как помню германии да людям говорили ребят прекращайте есть мясо не ешьте мясо я нашим потребителям точно такого не скажу почему потому что мы производим очень много у нас высокий уровень обеспечения и по молоку и по мясу и по сахару и по яйцу куриному поэтому нужно кушать в первую очередь и например если мы молоко производим два с половиной раза больше чем внутренний рынок потребляет то соответственно как раз у нас даже есть внутренние резервы для того чтобы увеличить емкость молочного рынка беларуси и больше потреблять молочной продукции нам бы море еще даже море еще больше мы все читаем новости и как последнее время особенно информационные потоки огромные люди считают чаще всего заколовки заголовках можно прочесть все что угодно начиная от прогнозов библейского голода например да либо вот-вот ваша экономика рухнет полностью и всего вернетесь там в каменный век будете ходить в шкурах и так далее и так далее и это сплошь и рядом и это причем зачастую от очень уважаемых людей с большими титулами и регалиями вот во всем этом потоке что с точки зрения продовольственной вообще экономической безопасности что должен понимать беларус чтобы жить спокоен во первых хочу сказать прежде всего понимать что резкого ухудшения внутрь на внутреннем продовольственном рынке беларуси не ожидается мы должны с вами понимать о том что мы уже существуем 30 лет как самостоятельная экономика замкнутым производственным циклом и соответственно те связи или тот пример распада советского союза мы просто уже не можем его повторить все совсем по-другому построены и 30 лет это срок который позволил укрепить и сформировать эффективное взаимодействие внутри между субъектами но во-вторых хочу отметить что республика беларусь как и большинство стран действительно столкнулись санкциями но мы ищем и находим эти пути решения и мы сегодня с вами говорим о самом главном о питании мы говорим о питании о здоровье и сохранении нации поэтому когда санкционная политика касается сфер деятельности как сельское хозяйство или производства продуктов питания это абсолютно неправильно не пример даже беларуси а всего мира это приведет глобальным экономическим социальным последствиям то есть это серьезный вопрос но с другой стороны я также хочу сказать что за последние несколько лет мы всему миру показали не только эффективную нашу продовольственную систему но мы показали трудолюбие белорусского народа что сейчас главное это повышение эффективности производства конкурентноспособности продукции наша задача сохранить достигнутый уровень продовольственной безопасности осваивать новое направление и у нас для этого все есть и желание и возможности и кадровый потенциал